Торжественное собрание по случаю профессионального праздника, Дня медицинского работника, прошло в медико-санитарной части номер 135 Десногорска. В актовом зале собрался почти весь персонал, который не был занят в тот момент на рабочем месте. Врачи, медсестры, сотрудники хозяйственных и административных подразделений. Руководитель медицинского учреждения Алексей Азаренков поблагодарил коллег за совместную работу во благо здоровья пациентов, а также подвел итоги деятельности за прошедший год. Этот год, прошедший, еще раз подчеркиваю, от Дня медицинского работника до Дня медицинского работника, но он стал более-менее стабильным в нашей работе и в финансовом плане, и в общеорганизационном плане. В финансовом плане нам удалось погасить кредиторскую задолженность за предыдущие годы. Достаточно сложно работать и в текущем моменте, тем не менее, обязательства мы свои выполняем. Теплые слова поздравлений сотрудникам больницы звучали от первых лиц города, представителей администрации и городских организаций. Я хочу передать вам низкий поклон за то, что у вас сегодня не опускаются руки. Вы также продолжаете тратить свое время, тратить свою жизнь на помощь людям. Низкий поклон от всей моей семьи, от всех моих друзей за ваше терпение, за ваше человеческое отношение к нам. За многолетнюю трудовую деятельность в здравоохранении, квалификацию и личный вклад в развитие медико-санитарной части персонал медицинского учреждения был удостоен наградами и грамотами. Также день мероприятия был отмечен и другим событием. 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Приданные своему делу и профессии служители Гиппократа есть и в Десногорске. Медалью за содействие донорскому движению награждается Снеговой Анатолий Николаевич. Анатолий Николаевич работает в системе здравоохранения более 25 лет. А благодаря его таланту организатора ежегодный коллектив отделений переливания крови выполняет план по заготовке донорского материала на 100% и более. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.